rolls-royce пневматического переломного оружия винтовка вот немецкого бренда диана модель 280 classic как правило classic винтовка которая будет в дереве и на витой пружине хотя диана делает замечательные винтовки собственными воздушными поршнями здесь классика есть классика здесь а что у нас здесь кстати я уже комплект показывают до обычная витая пружина усиленная и инструкция так понимаю и здесь еще данные по отстрелу винтовку перед отправкой отстреливает дело в том что российскую федерацию все винтовки вводятся с мощностью до 7 с половиной джоли больше просто-напросто нельзя но по крайней мере нет никакого свободного возраста вот у нас паспорт инструкция но они положили родную усиленную пружину ну не усиленно если быть точнее та пружина под которой винтовка рассчитана и она давно не работала не усиленная нормально и по-моему она должна давать 18-25 джоулей это хороший показатель энергетики обычно на таких показателей полуграммовое поле винтовки выдают ну где-то метров 250 что отлично так знаете почему все таки это не rolls-royce это бмв это серийная rolls-royce он же вручную собирается а вот это вот то самое бмв она великолепно тоненькая легкая кстати вот на фоне винтовок с таким же размером там внутренней части барабаны и пружина она очень легенькая шикарное дерево просто не вы посмотрите на это она кстати тыльник тыльник пластиковый бедру вашему будет бобо но если усилите хотя здесь достаточно хитрый механизм применен саппортящий по моему она взводится и она она очень легко взводится сейчас прям вообще ни о чем предохранитель здесь автоматический и к свету нам побольше иди сюда предохранитель здесь автоматический двойная планка если что нижнюю часть полу можно снять и под ласточкин хвост в основном можете установить прицел смотрите отлив на самом барабане такого прям женчужного цвета далее у нас что здесь перепуском идеальное качество идеальная фаска и шарик шарик это как правило признак дорогого переломного оружия здесь вот у них именно шарик идет поэтому шток ничего там не разбивает да нечему разбиться шарик просто будет спокойненько и гладко давать вам винтовку переламывать и мягко ее защелкивать признак дорогой винтовки у нас налицо также прицельные фиброоптические нитки помогают прицеливаться в условиях недостаточной освещенности но и просто днем в лесу целиться на что-нибудь темное при черной мушке и черном целике достаточно проблематично здесь никаких проблем не будет спусковой я вижу регулируется давайте посмотрим на сам спуск если что стреляю без пули пока она не усилена это не так критично не так страшно по спуску что у нас четкая ступенька четко поймали вот прям и четкий очень предсказуемый спуск в этом наверное вот в этих мелочах и скрывается отличие там качество винтовки дорогой от дешевой и само качество дерева и сам механизм защелкивания и вот само качество материала все прям вкусная винтовка надо вот просто попробовать или хотя бы один раз винтовку разобрать винты я помню на хацанах откручивал они прям отверткой у тебя слизываются здесь я не думаю что немцы стали бы экономить на болтах давайте постреляем наверное все таки пули люмен они для винтовок до 7 с половиной отличные круглоголовые очки обязательно давайте попробую выстрелить вот как производится цикл блин как она классно переломывается покажу вам весь цикл стрельбы прицелились спусковой пальчик еще не на спусковом отжали предохранитель шлепнули ух 185 давайте все таки вам покажу ну и пока я буду замерять вы поймете да с какой скорострельностью вам придется иметь дело пп винтовки не супер быстро но если стрельба спортивная стендовая не охота какая-нибудь не борьба с набегающими зомби что в принципе все у вас будет в порядке заметьте 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 я стреляю при этом мне приходится прицеливаться для того чтобы попасть между двух датчиков так что можно сказать что это такое приближенное то что будет вас отдачи вообще никакой очень сложно такие моменты объяснить мой перцептивные моменты с ощущениями но если сравнить ощущение от стрельбы и вот общее такое впечатление даже без длительного ознакомления сразу скажу что от этой винтовки все впечатления которые вы можете себе представить они лучшие я не говорю что бюджетные винтовки плохие но они хуже ощущаются они такие погрубее не такие красивые не такие изящные не такие легкие и не так приятно с ними обращаться как вот с этим то есть чтобы такие вещи нет смысла объяснять нужно просто брать и пробовать прийти в магазин и заказать там два вида винтовок дешевую дорогую и скорее всего поймете за что просят такие деньги плюс вообще по меркам цивилизованного мира это не супер дорого но с нашим курсом да единственный недостаток дианы это наверное ее цена но виду там ряда как сказать решений данные винтовки живут гораздо дольше ну если быть точнее они попросту не умирают они великолепно ремонтируются случае чего все детали все можно найти спокойно в общем бмв мира пневматический винтовок переломных вопрос да что лучше дешевая псп или дорогая пп это разная правда это разная и пп винтовка она в любом случае будет дешевле потому что к псп нужен как минимум насос как минимум а псп винтовка более прихотлива с этим таких проблем нет это вот такая вот очень качественная рабочая лошадка если можно так выразиться проложить сказала она симметричная поэтому подойдет к флик как левшам так и правша не забывайте про наши социальные сети во-первых пишите что вы думаете об этом стоит ли переплачивать за пп винтовку стоит нет не забывайте про наш социальные сети там раздача призов происходит на этой неделе ножи раздаются также экономьте с помощью скидочного промокода подписывайтесь на канал помогайте нам развивать потому как оружейную математику youtube немножечко дает всегда ранее спасибо